Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Я рада приветствовать всех, кто смотрит нас на канале Россия-1. Сегодня в нашей программе мы расскажем вам об очень перспективном и интересном направлении туристической деятельности. И кто знает, может быть, посмотрев нашу программу, кто-то из вас скажет, а почему бы мне не попробовать? Вложения небольшие, прибыль стабильная. А еще мы с вами приготовим очень аппетитное казачье блюдо. Так что будет интересно, не переключайтесь. Продолжим после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-12, в горах плюс 2-7, днем плюс 23-28 градусов. И местами до плюс 19. В южных районах высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 24-26 градусов тепла. За последние 4 года внутренний туризм в России вырос на 50%. Растет он в Карачаево-Черкесии. Тиберда, Архиз, Домбай, медовые водопады пользуются неизменной популярностью у туристов. А знаете ли вы, дорогие друзья, между тем в России набирает обороты новый вид туризма. Агротуризм. Что это такое? И есть ли его развитие перспективы в Карачаево-Черкесии? Мы поговорим с нашим гостем, который с удовольствием представляем. Начальник Центра компетенции и поддержки фермеров Центра мой бизнес в Карачаево-Черкесии. Халимат Митяне. Халимат, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте расскажем нашим зрителям, что такое агротуризм и почему он становится все более популярным. Ну, агротуризм это возможность убежать из городской суеты на ферму, в горы. Можно приехать в сельскую местность и провести там время. Провести время как и работая, так и отдыхая. Вот что такое агротуризм. То есть туда приехал, полюбовался и что? Не только. Агротуризм это в рамках сельского туризма есть такая возможность приехать, поработать, пополоть, покопать картошку, подоить коров, поухаживать за сельхозживотными. И люди готовы за это платить. Вот что такое агротуризм. Есть грант агротуризм. То есть гранты можно, да, получить? Да, можно получить грантовую поддержку для развития своего сельхозпроизводства путем привлечения на свою ферму, на свой объект сельскохозяйственный дополнительного притока денежных средств в виде приема туристов у себя, гостей у себя на производстве. Ну тогда расскажите нам, пожалуйста, что это за грант, какой сумме он предоставляется и что нужно, чтобы его получить? Ну, государственная поддержка агротуризм, грант агротуризм это по госпрограмме развития сельских территорий. Максимально возможная сумма гранта до 10 миллионов рублей. Хорошая сумма. Да, там есть условия, не менее 25% от проекта должно быть вложено в своих собственных средств. Соответственно, предприниматель в сфере сельскохозяйства должен работать и должен являться сельхозтоваропроизводителем и быть в реестре Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики. Вот. Этот грант выделяется, конкурс проводится один раз в год. На конкурсной основе собирается пакет документов, отправляется в министерство. После прохождения конкурсного отбора грантополучатель становится победителем, подписывает соглашение с Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики и расходует средства. На что он может расходовать средства? Это приобретение, строительство, модернизация, реконструкция, средства размещения для гостей, для туристов. Домики. Домики. И это Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало, дало возможность фермерам построить не просто вот эти деревянные домики и все. Домики, строение, я не знаю, сакли, дома народов, молодчисленных народов. Аутентичные, что такое, да? Да, национальные дворы. Вот в таком виде средства размещения для гостей. Во второй очередь, есть возможность подключить эти средства защиты, средства размещения к коммуникациям. И в третью очередь, это приобретение оборудования для функционирования этих средств размещения, то есть домиков этих модулей. И после подключения к коммуникациям оборудовать их необходимыми, например, пандусами для людей с ограниченными возможностями. Либо оборудовать их помещения, например, которые для производства сельхозоборудованием для переработки той же сельхозпродукции. То есть помимо того, чтобы разместить туристов, государство дает возможность еще развить свой бизнес у себя же на ферме. Ну, то есть вот у меня есть коровы, есть молоко, ну или козы, да? Есть молоко, и на эти деньги я могу купить оборудование, чтобы делать тот же сыр. Правильно я понимаю? Или колбасу. Да. Не обязательно там оставлять гостей на ночлег, а дать возможность туристам посетить перерабатывающий цех, поучаствовать в переработке. Это пусть будет молочная продукция. Я вот недавно была в Москве, и у нас была презентация «История успеха грантополучателя по агротуризму». Высадили деревья, клен, ежегодно собирали сироп кленовый и там же перерабатывали. На сегодняшний день запрос посетить вот эту кленовую ферму, так и называют ее кленовая ферма, на полтора года вперед запись. Ух ты! Да. На полтора года. На полтора года вперед. И самое большое количество туристов у нас из-за границы, это из Китая. Очень большой спрос именно на то, чтобы собрать кленовый сироп. А 10 миллионов хватит ли? Извините, цены растут не по дням, а по часам. Ну, мы с предпринимателями пишем проекты, в которые мы вкладываем дополнительные средства, то есть средства своего самого грантополучателя. Итого это получается где-то порядка 13-14 миллионов в проектах. Мы разрабатываем бизнес-план, бизнес-проект таким образом, чтобы все это было учтено. Да, с каждым днем все дорожает, но и такую возможность не каждое ведомство, не каждое министерство даст. А вот Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало для фермеров такую возможность. Давайте мы начнем с малого, я каждый раз говорю фермеру. Мы поставим 2-3 домика, и уже после того, как получим определенную прибыль, определенный сюда отзыв об этой ферме, завтра мы можем дополнительно получить средства у государства, никто не запрещает. А, то есть есть такая возможность. Ну, вот это очень важно. Спасибо, Халимат, за ваш рассказ. Всего доброго, успехов в вашей работе. Спасибо вам большое за приглашение. Всего доброго. Ну что ж, друзья, мы продолжаем нашу программу. Вот и лето пролетело. Конечно, в этом году оно нас помучило. То бесконечными дождями, то этой жарой. Но, тем не менее, очень скоро мы будем вспоминать его и вздыхать. А я предлагаю вам отправиться на берег реки и приготовить очень вкусное казачье блюдо. Это было в прошлом году. Не есть о чем вспомнить. Сегодня мы будем готовить праздничное блюдо. Жаркое из баранины с овощами. А готовить его будут казаки Баталпашинского городского казачьего отдела. Три Александра. Знакомьтесь. Это Григоров. Командир второй сотни. Отвечает за костер. Видишь, как ловко с дровами управляется. Хотя живет в городе. С детства вообще-то нас как-то и старики к этому приучали. Родители, деды. Это как бы каждый казак может рубать. С самого детства учили? Ну да, с самого детства. Бывало такое, что и пальцы на ногах отрубали. Серьезно, да? Но это только на первый взгляд. Добрейшей души человек. Третий Александр Пугачев. Начальник штаба. Правая рука атамана. Готовит, пальчики оближешь. Поэтому не только в штабе, но и на кухне он главный. Шеф-повар. Ну вот, костер разгорелся. Пора ставить котел. Только зачем его крышкой накрывать? Он же холодный. Сейчас вот нагреется немножко. Ждем, пока котел нагреется и наливаем туда растительное масло. Через несколько минут выкладываем баранину и опять накрываем крышкой. Чтобы в котле, в Казани, было гораздо больше тепла, жара, чтобы мясо быстрее протрулось. Ну, а мы пока с другим Александром займемся овощами. Чтобы приготовить казачье жаркое, нам понадобятся лук, морковь, картофель, баклажаны, сладкий перец, помидоры, зелень и чеснок. Вы будете морковку крошить, а я лук так и быть. Терпеть не могу я этот лук крошить. Ну и ножи, да уж хорошие. Но дым этот ужасный, прям в глаза лезет. Александр, что вы не плачете? Привычка с детством. Оказывается, в детстве Александр занимался туризмом. Ходил на море через перевал. Так что к дыму костра он привычный. А нам, городским жителям, что делать? Нет, ну это невозможно. Я вообще-то не казачка. Дым от костра, глаза ест, лук, ну это вообще невозможно. Александр, идите сами чистите свой лук. Вот вам луковица, идите чистить. Не буду я его чистить. Тогда я вам сейчас открою маленький секрет для многих женщин. Так надо правильно лук чистить и лезть. Сейчас скажут, что нужно нож в холодную воду окунать. Тоже мне секрет. Самое главное в этом деле – корички оставить. Гучки убираем и все. Весь сок, который жжет глаза, выходит именно с этого места. Ух ты. И что, не ест глаза? Не ест глаза. Отлично режется. Без слез. Такой казачий лайфхак. А кто это вас научил? Это еще моя бабушка умела так резать лук. Проверяем нашу баранину. Вон она какая румяная стала. Ты смотри, как наши казаки ловко овощи шинкуют. Мне там и делать нечего. Интересно, где они так научились? Чужие казаки, когда уезжали, все пахать, сеять. Они уезжали в основном без женщин. Они брали продукты с собой и всегда сами готовили себе. Наше мясо почти готово. Надо его посолить. Румяный вид у него красивый должен быть. А пахнет так? Пахнет-то оно, пахнет. Но наш шеф-повар считает, что мясо должно еще немного потомиться. Сырое. Горячее сыр не бывает. Еще минут 15 максимум. Подкладываем дрова, чтобы увеличить жар. Ну и дым. Зато комары не кусают. Через несколько минут будем закладывать в казан наши овощи. Вон как наш шеф-повар ловко ножом орудует. Мы все овощи режем крупно, потому что это мясо баранина с овощами. То есть это не приправы будут какие-то овощные, это именно будут овощи. Чтобы они сохранили свой цвет и вкус. Это давняя казачья традиция. Нарезать овощи крупными кусками, которые сохранилось по сей день. Зайдите в любой дом казакам, посмотрите, как они подают овощи к столу. Помидоры, огурцы, перец. Все разрежут на две части и все. А вот и наша баранина. Боже, как она пахнет. По-моему, уже можно обедать. Ах да, еще же овощи. Закладываем в казан по очереди. Последним добавляем перчик чили. Чеснок в кожуре дает свой аромат и вкус. Ну что ж, он главный, ему ведь нет. Ну а мы с Александром Маленьким займемся картошкой. Казаки своими равный народ вообще, вольный. Это 14-й год война началась. У меня все прессы в основном Краснодарский край, Отрадинский район. И вот приехали, собрали сотню и собрались с ними ехать на войну. А получилось так, что в этот день один из казаков, ну молодые казаки там, женился. И его из-за стола, из-под венца, можно сказать. Ух ты, на службу. Да, и на службу. Ну а молодая казачка вцепилась в повод и, ну как, ни брачной ночи не было ничего, и не отпускает. И уже, ну тогда же мостов не было таких, они в брудь переправлялись. И вот переправляются, она вцепилась. Ну офицер взял и нагайка ее стяганул. Атаман, сотня, стоп, хлопцы возвистаемся назад. Все, почему? Мы домой, мы, говорит, на войну поедем биться за отечество. А офицерек будет, говорит, наших жунок нагайка стягать. Не поедем на войну. Развернулись и поехали. Две недели собирали обратно сотню, чтобы их вернуть на войну, так сказать. То есть женщины бежать нельзя было? Конечно, это, у казаков это самое главное правило. Отправляем нашу картошку в котел и ждем. А казаки все умеют готовить? Конечно, все. Потому что казаки выезжали сюда, значит, на разные отражения. Жены дома. А что делать? Казаки сами, значит, у костра. Сами готовили себе разные блюда. Каши вырыли, там, мясные блюда. С собой брали, значит, они овец. Овца, как бы, более такая, ну, это, животное такое, да, неприхотливое. Вот. И в итоге овцу, значит, проносили в жертву. Готовили ее на костре, там, шашки жарили. Врыли разные блюда, там, жаркое делали, как мы сейчас делаем. Вот так вот. В общем, что поймали, то и съели. Да. Есть речка, значит, есть рыба. Есть поле, значит, есть птица. А у казака кинжал с собой, что догнал, поймал. Вот и победал. А поймать казаки могли все, что угодно. Знакными охотниками были. Ну, в основном, перепелов ловили когда? Когда сенокус или убирают пшеницу, рожь, овес. Были сетки, ну, метров 10-15, на край поля. Выкладывали сетку прямо на пшеницу. И вот сетка там, там, два на два, там, три на три. Лежит сетка наверху. Ну, а в основном, 18-20 ячейка. И вот сидят на краю поля. Ну, как, метров пяти от края пшеницы. Сидят и так. Так перепелочка кричит. Перепел кричит. И вот сидят и так. Перепела в основном идут на звук. Вот они подходят к краю поля и остановились. Ну, как обычно, луна, светло, фонариков тогда не было. Лучину никто не зажигал, свечек тоже. И вот видно, что они уже подошли и стоят. Они дальше на чисто они выходят. Они только могут... И вот они подошли на край и стоят. И кто-нибудь стоит так руками. Раз, махнул. Они реагируют. Поднимаются крылышками. Раз, и зацепились. Подошел, собрал. Опять разложил сетку. Опять сидит на краю поля и так. Ну, специально из кости делали манки. Имитация крика перепелочки. И вот самцы подходили и в основном самцов ловили. А что с ними делали? Что с ними делали? Домой приносили жена поскобла, сварила, сжарила. Ну, в основном в чугунах тогда. Их разрезали по хребту. Не по животу, а по хребту. Расчиняли. Потом вот эти вот все там печеночку, желудок, гречку туда вареную добавляли с луком. Опять их закрывали, укладывали это самое. И, так сказать, они томились в русской печи. И получалось, ну, очень вкусное блюдо. А вы пробовали? Конечно. Конечно пробовал. Потому что кто б меня этому научил? Везет же некоторым. Вот ведь как раньше жили. С перепелками, да с инокосом, да на свежем воздухе. Эх. Конечно, работали тогда от зари до зари. Зато росли сильными и здоровыми. Вот наши Александры. Чем не русские богатыри? Наступает ответственный момент. Собираем наши блюда в одно целое. А потом просто будут комментарии писать. Ну, Александр, да гурман. Ха-ха-ха. Насчет гурмана не знаю, а и стыд наш начальник штаба уж точно. Сначала на лаваш выкладываем картошку. Затем овощи, мясо и снова овощи. Какая красота получается. А в самом конце последний штрих мастера. Посыпаем наше блюдо мелко нарубленной зеленью. Боже, как оно пахнет. Хорошо, что нас немного. А вот и квас домашний. Рецепт как-нибудь и расскажем. Наше блюдо уже готово. Оно получилось вкусным и красивым. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Обязательно поезжайте на реку, пока есть такая возможность. Отдыхайте вместе с друзьями, вместе со своей семьей. Холода наступит, вам будет что вспомнить. Всего доброго, хороших выходных и до новых встреч в эфире.